Всем привет, вы на канале Биг Ньюз. Неужели у Димаша подрастает конкурент или ему нет равных? Конечно, Димашу нет равных. Но сегодня я бы хотел вас познакомить с одним интересным певцом и надеюсь он вам понравится. А уж если не хотите знакомиться с кем-либо помимо Димаша, то выключайте видео, но уверяю, пропустите многое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодняшнее видео из разряда «Несу красоту в массы» и посвящено недавно открытому мною космическому китайскому певцу, с голосом от которого моя душа тает, как прошлогодний снег. И думаю, что у многих тоже растает. Чисто внешне мальчика, конечно, сложно назвать красавцем, но он очень милый и приятный. И, конечно же, когда начинает петь, все отходит на второй план. Хочется просто закрыть глаза и слушать, слушать и слушать. Вот рождаются же такие таланты на матушке земле. И вот, что мне удалось про него узнать. Он родился 29 сентября 1992 года в Шауяне, провинции Хунань. Окончив среднюю школу, он уехал в Украину учиться стоматологии. Однако вместо этого его перевели во Вливовскую национальную музыкальную академию для изучения вокала. В подростковый период голос Джоу был высоким и похож на женский, из-за этого он стеснялся петь перед людьми. Но после того, как Джоу Шейн случайно принял участие в одном из конкурсов, сразив там всех на повал, он вновь обрел уверенность в себе. А вот так сейчас говорят про его голос. Голос Джоу эфирный и неосязаемый, как горный источник, который освежает умы людей. Ну что ж, пока посмотрите и послушайте, как этот парень чудесно поет на русском. Ссылки на полное видео будут в описании к ролику. Обратили внимание, как он чисто поет на русском, почти без акцента. Вот что значит иметь абсолютный музыкальный слух. А теперь парень поет на украинском отрывок из украинской песни «Журавочка» и на русском «Ой, цветет калина». Лично я в шоке, ребята, потому что это очень-очень красиво. «Ой, зоры не сказай святых, на сердце в мене духа». В общем, после окончания обучения он стал записывать и загружать свои песни онлайн, так и появились его первые слушатели. Сейчас у него уже есть несколько альбомов. Джон Шин не только участвовал во всевозможных музыкальных передачах Китая и всего мира, но и получил множество ценных наград за свое творчество. Также песни «Чоу» часто можно услышать в виде саундтреков к мультипликации и фильмам. Я не буду перечислять все его передачи и награды, не думаю, что это сильно интересная информация. На мой взгляд, куда интереснее именно его музыкальный материал показать. Так что сейчас будут отрывки из моих любимых песен, что плотно обосновались в моем плейлисте. В целом, материала музыкального найти по этому певцу можно очень много, если есть цель и желание. Я просто познакомил вас с этим певцом, кому это имя ранее было неизвестно, и задал направление. А те, кто о нем знает уже давно, надеюсь, просто еще раз с удовольствием посмотрели видео и послушали красивейший голос Чоу Шеня. Ну и конечно же, оставьте комментарии, как он вам, понравился или нет. Но также не проводите времени зря и всем пока-пока.